И тут грянула война Александра Ижевского направляют на стройку железной дороги в обход Байкальских тоннелей. Помня уроки русско-японской войны, руководство страной опасалось, что в случае диверсии на тоннелях страна лишится единственной артерии, связывающей Дальний Восток и Запад Советского Союза. Первый же воздушный бой, в котором довелось участвовать Зубареву, едва не закончился для него трагически. В конце 1941-го командование авиационной части посылает в Москву техника Бориса Зубарева ремонтировать севший в тушино подбитый самолет. После ремонта, в нарушении всех правил, поддавшись на уговоры Зубарева, молодой летчик Саша Высоцкий посадил за бронеспинку в гар-грот своего Як-3 Бориса, и они полетели на аэродром базирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова